ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти В прошлом году в ДТП на российских дорогах погибли 14,5 тысяч человек Почти 170 тысяч получили ранения По сравнению с 2019 показатели уменьшились почти на 15 и на 20% соответственно Таких темпов снижения никогда не было Замечу, что эта информация не из официального сообщения ГИБДД Которая обычно бывает в течение месяца после Нового года А из материалов, которые были озвучены на совещании в Кремле ТРАССА 101 Снова прозвучала идея привязать штрафы ГИБДД к стоимости автомобиля Ее высказал один из московских чиновников Он ссылается на опыт некоторых зарубежных стран Где наказание за нарушение ПДД зависит от дохода нарушителя У нас же такая штука не пройдет, говорит автор инициативы Зачастую лихачи официально нигде не работаются, но владеют премиальным авто Поэтому и надо ввести принцип Чем дороже машина, тем выше сумма взыскания ТРАССА 101 Еще одна инициатива, высказанная одним из петербургских депутатов, касается запрета на работу в такси для трудовых мигрантов Дескать, приходится сомневаться в их профессионализме и адекватности К тому же заработок не могут найти многие местные водители Поводом для обсуждения стал инцидент, произошедший недавно в северной столице Таксист, выходец из бывшей союзной республики, мастурбировал в присутствии пассажирки ТРАССА 101 Был снегопад или сильный дождь, водитель пересек сплошную линию, а потом ему пришло письмо счастья ГИБДД советует таким гражданам не ныть, в том числе в соцсетях, что была плохая видимость А в течение 10 суток обжаловать штраф Да-да, госавтоинспекция вовсе не против, что плохие погодные условия должны трактоваться в пользу водителей Данная информация даже имеет форму специального указа ТРАССА 101 Семиместная версия Хёндекрета может получить другое название Автомобильное издание упоминает слово «Алькасар» Так назывались древние дворцы крепости в Испании и Португалии Длина автомобиля увеличится ненамного, всего на 3 сантиметра В линейке моторов будут присутствовать полуторалитровый бензиновый атмосферник 150-сильный турбодизель и бензиновый 140-сильный наддувный агрегат объемом 1,4 Сейчас крета стоит минимум 1 миллион 97 тысяч рублей На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова До свидания ТРАССА 101 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok